Педрович, идут 22-е сутки голодания. Чувствуй себя хорошо, энергии полно. За сегодняшний день я даже не присел. Вот так бывает на голоде, да? Вот удивительно, летаешь. Ухаживаю за дочкой, заболела. Делаю обертывание с уксусом, паре ноги со скипидаром, одевая мокрые скипидарные носочки. Тру много свежего сока. Яблоко, тыква, морковка больше литров в день выпивают. Ну, для дочки это хорошо, а вот для, опять-таки, контакт с, со всем этим, на голоде крайне нежелательно. Пьет смузи из тех же продуктов. На пятый день болезни сегодня начала откашиваться мокрота. Дочку мы не касаемся, просто раз написано, я читаю. У меня прошел цистит. И теперь далее. Помним, что у него постоянно держалась температура. И эту температуру, когда он обратился в больницу, ему сказали, да это у тебя психосоматика. Психосоматика, Сережа, психосоматика. А оказывается, циститик был. Кстати, если какой-то воспалительный процесс может быть поджелудочной железы, а почему бы, как бы сказать, и нет, вот, то все это поднимает температуру. А тут у меня прошел цистит. Наконец-то упала мучившая. Так меня температура 37,2 почти не беспокоит. Судороги, самое главное, я наконец-то начал спать. Сегодня я проспал 8 часов, не просыпаюсь. Видите, голод подавил инхвекцию. Нету воспаления, нету причины, которая ведет к этому самому, к воспалению. А раз ее нету, значит, и температуру организму поднимать незачем. Температура поднимается для того, чтобы активировать вот все эти иммунные тела, которые более мощно и эффективно, значит, подавляют инхвекцию. Инхвекцию, скажем так. Скажите, я из голодания обязательно выходи? Ну, так написал. Скажите, я из голодания обязательно выходи. Я слышал, есть такие праноеды. Может, у меня получится. Ай, вот знаете, люди верят в разного рода чушь. А другие еще норовят и поддержать вот эту всю эту чушню. Находясь далеко-далеко, я как раз там, по-моему, отвечал, сказал, если вот сейчас на Земле найдется пяток этих праноидов, это огромное количество. То есть это люди, которые лет пять, допустим, хотя бы два года, абсолютно ничего не едят. Немножко там попивают воды и так далее. Ну, нету таких людей. Вот если человек пять их там есть, на всей Земле, и практически, наверное, раз в сто лет вот такого бывает. А остальные все шарлатаны, которые, знаете, вот, я-я-я. Я тоже мог бы сказать, да я, вы знаете, светоч народной медицины, там, и здорового образа жизни, я-я-я-я-я-я-я-я. Но надо иметь все-таки внутреннюю самооценку для того, чтобы вовремя притормозиться. Ну, вовремя. Так страшно, что все болячки вернутся. А страх – это тоже вещь такая, вещь эмоциональная. То есть мы, смотрите, с вами говорим сейчас вот по ходу этого письма и комментарий моих. Мы пока разговариваем о физическом теле. Но у нас же существуют и эмоциональные шлаки. У нас существуют и шлаки от неправильного мышления. Ой, у нас существуют, знаете, многие переживания, которые в нас сидят. Вот от этого тоже надо-то избавиться. Это еще большая работа вообще-то. И она еще больше результаты дает. Вот так вот, вот, вот. Так, болячки, значит, вернутся. Планирую голодать до 30 дней, пока не появится аппетит. Пока и близко его нет. Нет, естественно, мы так думаем, что там аппетит там появится и так далее. Я тоже об этом думал. Ну, сейчас вот-вот аппетит появится, там закончено. На самом деле, там, знаете, человек может без пищи прожить. Причем это еще физиологически, как бы сказать, нормальное голодание будет. Не то, что вы когда войдете в стадию, когда уже трудно вернуться. Это суток 60, а то и 70. А чтобы помереть, его где-то вот. То есть, на голоде люди помирают не столько, как бы сказать, от истощения, сколько от страха. Что они не едят и так далее. Они там и до 20 могут не дожить. А тем более, если они не знают, как расшлаковывать свой организм, как себе помогать и так далее. Сейчас изучаю вегетарианскую кухню. А вот не надо изучать. Вот сейчас не надо себя лишний раз провоцировать на мысли о питании. Не надо это делать. Настроены на голодание, на радость того, что вы получаете исцеление с каждым мгновением голода. А потом будете думать, когда начнете там выходить. Вот другое дело тогда. А в вегетарианской этой кухне надо было подумать до голода. Что, что, как там будете делать и все. Пошли на голодь. Никаких мыслей. Не надо себя провоцировать вот этим мышлением, вызывая, это мышление вызывает некую жалость в вашем сознании. И сбивает с самого процесса голодания. Не надо это делать. Никакую тут кухню мухню. Это не то время. Не то время. Так, по вашей книге переборол себя и на 21 день начал пить урину и закапывает в нос себе и дочке. А тут вы воспользовались. Знаете, вот опять-таки, что такое перебороть себя? Перебороть себя, значит, открыть в себе те силы, которые вы осознанно, вот за счет там брызгливости и прочее, прочее, подавляли в себе. Вы больше открываетесь всему этому. Не обязательно там урину использовать и так далее, и того подобного. Вы мою книгу можете почитать, об этом кое-что там рассказываю. Вы можете классически голодать на воде и так далее. Но на урине, естественно, будет еще лучше. Особенно клизмени, нос и дочки. По крайней мере, закапывание в нос урина, она оздоравливает слизистые оболочки. Восстанавливает их. В отличие вот этого там на букву НЭТ, нафтезина, который сушит. Мы думаем, пока этот нафтезин подсушили слизистые, они не выделяют теперь слизь, которая тут у нас должна куда-то выделиться. И думаем, все нормально. Нету слизи, нету насморка, хорошо. Да пусть она выйдет. А потом задумайтесь, как сделать так, чтобы она у вас не образовывалась. Как вы едите и так далее, так далее. Так, пью по 100 грамм 3 раза в день. И кстати, так, я вам, только вам. Значит, когда вы употребляете урину, вы по ее вкусу начинаете понимать, как она его меняет. Сначала она горькая. Это говорит о том, что сбрасывается огромное количество шлаков. Потом она становится менее, 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 менее. А потом она как вода становится. И это уже одно из указаний, что, ну, в принципе, и хорошо расшлаковались. И можно выходить. То есть, один из критериев, один из критериев по урине. Здравствуйте, Петрович. Здравствуйте. Сейчас буду повторно перечитывать вашу книгу голодания. Так как идут 25-е сутки голодовки, и скоро надо будет выходить из нее. Планирую 30 дней. Есть книги, знаете, как учебное пособие. Вот вы читаете, и для вас на данный момент главный, вот, вот эти там, какие-то там информации. А потом, по мере, так сказать, взросления, по мере вхождения в процесс, по мере, там, прочего-прочего сознания, вы понимаете, что не это даже главное, а вот это главнее. И надо постоянно возвращаться к этому для того, чтобы те вопросы, которые возникают во время голодания, вы могли их снять. Так как я сам голодал и рассказывал об этом, я много на эту тему написал. Со своего, собственно, опыта, с опытом других людей. То есть надо еще уметь, вот, как я сейчас вам рассказываю, воспользоваться опытом другого человека, чтобы понять, что происходит, как происходит, применить его и для себя, и помочь этому человеку. Вот, поэтому перечитывайте. А вообще-то, посмотрю, что будет. Сейчас даже контактирую с едой, я внутри не испытываю чувство голода. А вот не надо этого делать. Вот в который раз я вам говорю. А вот не надо это делать. Не надо себя там, это самое, провоцировать. Вы себя провоцируете, как бы сказать, неосознанно. А вот эта неосознанность с вами сыграет злую шутку в дальнейшем. Когда надо, вот когда пойдут, так сказать, настоящий бой, мы еще на него не нашли. А вы тут и сломаетесь. А вы тут сломаетесь из-за того, что вот так вот поступали неразумно. И при клизмах стало меньше выходить вязкой слизи. То есть, Сережа, он недопонимает, что это за слизь. Меньше слизи выходить и так далее. То есть, валила слизь? Валила. Что это за слизь? Это колонии микроорганизмов, которые живут у вашего организма. Представьте себе, тонкая кишка, толстая кишка. Это полые вещи, которые заполняются пищей, обрабатываются. А если там появляется слизь, что это такое? Ну, что это такое? Это что, от пищи? Тем более, 25-е сутки уже идут, да? 25-е сутки. Там уже никакой пищи, ничего нету. А вот эта вот слизь как раз и говорит о том, что вот это вот как раз микроорганизмы, их колонии. Особенно, если она, знаете, в виде бурых возрастей идет. Я думаю, стоит ориентироваться именно на клизмы. Ага, на клизмы. Да, можно, видите, как идет у человека, который проходит этот процесс, и он видит его, и он начинает его как-то анализировать, и у него идет это. Ага, сначала вот он читал по языку. А, язык очистился. Потом по чувству, должно появиться чувство голода. Якобы я буду ориентироваться. Потом, значит, вот я вам про урину сказал, можно ориентироваться. И на колесике можно ориентироваться и на клизм. Если вы делаете клизму, и выходит чистая вода, вышла сегодня, завтра, послезавтра, это говорит о том, что можно действительно и выходить. При условии, что вы там уже суток, грубо говоря, там 30, голодали. Все, у вас нету. И это также указание на то, что у вас нету разного рода патологии в желудочно-кишечном тракте. Чему должны быть особенно рады. А еще больше обрадуетесь те, у кого это все выходит, что этот процесс окончился, что вы освободились. Что эта слизь, разносясь по всему организму в виде токсинов и так далее, может прорасти в виде какой-то опухоли. А почему бы и нет? Так, итак, на клизме. Как вода станет чистой выходить, так и стоит выходить из голода. Не спищите, не спищите. Подождите день-два, а тогда решите. А потом буду читать целительные силы, том первый. И буду разбираться. Вот знаете, вот это все надо было сначала сделать до голода. До всего того, того, того. Этого надо было это сделать. А потом уже предпринимать голодание. Чтобы вы были как-то научно подкованы, скажем так. После выхода планирую совсем отказаться от мяса, так как чувствую, что судороги до конца меня не оставили еще. Не оставили. Ну, это не значит о том, что судороги возникают от мяса. Ну, как вы это все связываете? Что мясо, судороги и так далее. Ну, это совсем иные вещи. Если вы будете есть мясо умеренно, правильно, то разбираясь с вегетарианским меню. Вот не надо это делать на голодание. Не надо. Вот в который раз я вам говорю. В декабре будет недельное голодание. Ага, еще думают сделать. А вот в середине января будет 24-е голодание, так как именно конец января-февраль я начинаю сильно болеть. Вы знаете, вот когда мы так планируем одно голодание. Вот оно еще ноябрь идет. И потом где-то вы планируете в январе. Вы можете не восстановиться. Помимо, допустим, восстановления физического тела, существует восстановление еще и тонких тел. Восстановление вашей волевой энергии, которая держала вас, так сказать, в процессе голодания. А она восстанавливается очень долго. Лично у меня она восстанавливается полгода, а то год, если большие голодания. Это не так-то просто. Это вот, так сказать, взгляд дилетанта со стороны. Думаю, да, сейчас я так. Значит, конец января-февралья я начинаю сильно болеть. После этого голодания Сергей может пройти и не почувствовать, что у него что-то там болело. Еще разок добавлю, желудок любит теплоту. И именно в это холодное время, когда понижается пищеварительный огонь, вот этим все еще он пищу там какую-нибудь, допустим, забросит холодец там или еще что-нибудь такое холодненькое. Он, видите, не пишет о том, что он питается, что он там любил там есть, почему сдал желудок. И поэтому я затрудняюсь сказать, почему эти органы. А если бы он описал, что там я ел и какие привычки были, я бы лучше понял и, так сказать, подсказал бесплатно. В декабре, я думаю, к тому времени разберусь с чисткой печени, буду проводить ее. А вот не надо чистку печени делать после голодания. Чистку печени надо было сделать до голодания. Значит, вот опять-таки человек, он не понимает, не разбирается. В процессе восстановления после, допустим, 25-дневного голодания, вот на данный момент, они будут идти суток 50, а то даже 75 восстановления. Сначала это будет, как бы сказать, медленно, потом это быстро, потом все равно это медленно, но это будет идти. И если мы начнем с какой-нибудь процедурами там колбасить и так далее, там и подобное, то мы просто-напросто сильно подорвем свое здоровье. Важно понимать, что у нас есть определенная сумма энергии, определенная сумма здоровья. И с этой суммой энергии и здоровья надо так работать, чтобы мы ее не исчерпали чрезмерным голоданием, на которое не готовы, последующими процедурами. Вот, допустим, человек говорит, ага, голодание хорошо, помогает, и я сейчас еще сделаю еще. А справиться, вернее, достаточно ли у вас жизненной силы это все выдержать? Если недостаточно, вы в такую яму свалитесь, что вас никто оттуда не достанет. И будете говорить, о, это голодание, как-то вся она меня там испортила. Еще разок я предупрежу, что я говорю, вы работаете со своей жизненной силой, которую надо, знаете, вот как раз взлелеть, облагородить, значит, разумно с ней так работать, чтобы она возрастала, возрастала и возрастала. Вот сейчас вы меня видите, я занимаюсь такими вещами, которые усиливают мою энергетику. Я могу, думаю, тоже, ага, она, смотрите, как после занятий прет энергетика, я еще, еще, и я уже это сделал. И я чувствую, я, наоборот, ее засадил. Организм не успевает восстанавливаться. Голодание – это такая же вещь, после которой они должны восстановиться. Восстановиться по многим параметрам. И если нагромоздить вот эту вот кучу всех голоданий и процедур, которые связаны с жизненной энергией. Итак, если вы, нагромождая одно голодание за другим, одну процедуру за другой и прочее, 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 ваш организм может не справиться с этим. И вместо пользы вы принесете себе огромный вред. Не поступайте так. Для того и книги я написал, чтобы вы как-то все это делали, знаете, вот, систематически, но последовательно. Чистка толстого кишечника. Прошли, там, 15 процедур клизмения. Ага. Отдохнули. Весной чистка печени. Прошли. Ага, нормально. Отдохнули. Далее начинаете питаться, физическая активность, ну и голодать умеем. И, значит, в декабре, я думаю, к тому времени разберусь с чисткой печени, буду ее проводить. Я уже сказал, не надо. А пока читаю голодание повторно. Читайте. Когда вы, знаете, вот смотрите школу голодания, видосики, когда вы читаете эти книги, у вас создается мотивация на продолжение этого процесса. Вот для чего это надо. И плюс, естественно, какие-то знания вы получаете. Уверенность. После начала приема урины живот стал беспокойным, собираются газы. Ну, выйдут. Это нормально. Выйдут, выйдут. То есть, урина начинает делать свои вещи. Вот когда вы что-то начинаете делать и судить, работает это или не работает. Вот урина вот так в данном случае, она заработала. Газы, мазы, все это повыходит, а потом все нормализуется. И ее уже дальше и незачем будет принимать. Она уже свое дело сделала. Как, впрочем, грубо говоря, или любое лекарство. Она что-то сделала, а дальше его принимает, не принимает, толку нет. Клизмы делают с солью, столовая ложка на 2 литра воды. Ну, хорошо. Солью так солью. Лучше всего все-таки уриновые клизмы. Почему? Потому что сама урина образуется из крови. Жидкость эта. Из крови образуется. И она ни в коем случае не раздражает слизистые в нашем организме. Она, наоборот, их восстанавливает. Она очень мягко к ним бережно относится. В отличие от вообще воды, которая может быть даже агрессивно действовать. Тем более, вода там с солью. Вода с солью для того, чтобы она насасывала за счет осмоса все эти шлаки. Чтобы они не всасывались. И выбрасывала их в виде этой клизмы. Уриновые будут действовать лучше. Это так и вот. Так, дальше. Молоков Геннадий. Опять-таки, спасибо за поддержку. Это я что-то там ответил. Будешь ждать, вчера варил дочке какао на овсяном молоке, которое сам делал. Он говорит, ну не надо вот это вот. Это кроме что вынужден человек. Тут я уже согласен, что больше другого нет человека, который бы помогал дочке и так далее. Но когда вы вот как раз планируете длительное голодание, приурочьте его таким образом, чтобы вы максимально изолированно находились и сосредоточились на этом процессе. Ничто вас не отвлекало. Особенно вот эти вот хозяйственные вещи по питанию. Значит, на сыном молочко, которое я сам сделал, даже не хотелось попробовать, а ему. Буду ждать аппетита. Аппетита он будет ждать. Ну вот он аппетит и нагонит вот этими вдохами и делаем. Дочке понравилось на три балла. Сказала, что необычный вкус. Буду продолжать эксперименты. Вы знаете, над собой не надо делать эксперименты. Вот я постарался, постарался, грубо говоря, я над собой сделал эксперимент. И продолжаю еще делать этот эксперимент. Иду по лезвию, можно сказать, бритвы с этой гравитационной гимнастикой. Не все так просто, как там рассказано и описано. Ой, не все так просто. Ой, не все так просто. Вот. Вы должны, вот на основании моих книг, ну лучше всего моих книг, потому что других на эту тему я как-то не читал. И потому что писал подробно все это для себя. Вы должны не экспериментировать, а изучить свой организм. Понять, какая у вас конституция, как работает ум, сознание. Как работает желудочно-кишечный тракт, мышцы, то-се, пятое, десятое, костная система и так далее. И с учетом уже всего вот этого, просто-напросто заниматься собой, заниматься разумно, без всяких экспериментов, чтобы они куда-то вас не завели. Потому что любой эксперимент, это вы встречаетесь с неизвестным. И положительно ли это на вас повлияет или отрицательно, покажет эксперимент. А вам нужен результат, надежный результат. И надежный результат как раз вот я в основах здоровья, в целительных силах описал, как это, не спеша все это делать. Без фанатизма и экспериментов над собой. Упаси Боже, буду продолжать эксперименты. Завтрак, вашу капусту, тыкву и много пропадает и свеклу. Ну вот, 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 вот это все, эксперимент может, вот, 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 все, как, вот, отрицательно сказаться. Да и вообще решил на жену больше не надеяться и готовить сам. А вот вы знаете, вот это вот, как раз мы вот подходим, знаете, плавненько к разным темам относительно здорового образа жизни, его видения и так далее, и так далее. Видите, что получается? Есть здоровая кухня, которую я вот, целебная кулинария. А есть просто, знаете, кормозапарник забил, да и побежал там. Есть вкусная пища для гурманов, они там поедят, вот, 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 все. А полезно ли это будет? А для здоровья ли это будет? Да нас так сказали, нас так питали, нас это, вот такие вот оговорки. И когда вы что-то пытаетесь уже в семье, так сказать, со своего опыта что-то изменить, вот тут и начинаются совершенно иные проблемы. Уже вы начинаете, знаете, как сказать, на личностном плане, на личностном уровне с кем-то там бороться. Причем бороться внутри семьи, со своими детьми, со своими женами, со своими там родителями и так далее. Вот вы думаете, вот я столько всего, светоч народной медицины, светила здорового образа жизни, мои домочадцы там что-нибудь делают. Минимум, минимум. Когда я сказал папе, папа, да голодание, ты знаешь, ну как оно действует, как оно помогает. Он мне, знаете, мягко так, добро сказал. Сынок, я в войну так наголодался. Вот, значит, я никого не тяну. Вот я сам иду как ледокол. Как ледокол. Вот даже друзья приходили на гравитационную гимнастику, там подходили. Кто-то там еще остался, кто-то там это. Не говоришь там о питании и прочем, прочем, прочем. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать внутри своей семьи, это своим собственным примером показать, что можно жить вот так и можно жить очень здорово и прогрессивно. Но насильно кого-то туда-то делать и так далее. Знаете, вот везде мягкость, везде такая какая-то должна быть. В противном случае ваша семья лёпнет. Лёпнет. Может она на меня посмотрит и последует за мной. Может. Все может быть. Есть и прогресс. Дочка стала понемногу кушать тушеные овощи. Ну, хорошо. А что она до этого ила? То есть, вот смотрите, дочка там болеет, он там болеет. Что? Вот вопрос. Вот у меня там, ну, не хочу сказать, что там большая часть там из-за овощей. Но тем не менее, вот хурма пошла. Я ем хурму. И ем вот как раз вечером, вместо того, чтобы там наедаться, грубо говоря, колбасой, там хлебом и прочим-прочим. Я хурмишку съел. Да и нормально, легко. Поспал и так далее. То есть, если человек действительно питается там картошкой, мясом и считает, что это хорошо. Естественно, это все приведет его в болезненное состояние. И будут потом его от чего-то там лечить и так далее. А он никак не вылечивается. А медики тогда скажут, ну, знаете, это наследственное. Раз мы не можем, значит, сошнемся на наследственное. То есть, лапшичку там такая раз-раз навешиваем и все. От наследственного уж никуда не деться. А на самом деле, там имеются все свои причины, следствия и так далее, и так далее. Ну, и наконец-таки, последнее письмо. И это очень важно. Это значит, что будет вишенка на торт. 10 часов изменено. Ну, сейчас больше. Это я вчера брал. Так. Я сейчас тоже занимаюсь омоложением. То есть, насчет омоложения Андрей спрашивал, я там написал. Ну, вот Андрей, вернее, Сергей решил, значит, Матвиенко, так сказать, омоложением он занимался. Я бы не сказал, что это омоложение, это просто даст омолаживающий эффект. За счет того, что я уже говорил, что часть токсического материала выведена и так далее. Ну, давайте, почитаем. Заканчиваются 26-е сутки голодания. Перечитываю ваши голодания и понимаю, что 30 суток голодания, возможно, мне не хватит. Это уже человек чувствует. Ну, хватит, не хватит. Я думаю, для первого раза это вот так вот хватит. Так, скорее всего, буду ориентироваться на 35 суток. Язык обложен очень сильно. Вы знаете, шлаки, вот эти, которые у нас, вот я об этом в самом начале говорил, шлаки, которые у нас были растасованы, утрамбованы по таким уголочкам нашего организма, чтобы, знаете, они не мешались. Их трудно вывести. Ну, тогда они куда-то их удаляют, чтобы они не мешались хоть в какой-то мере. Так вот, во время голодания, особенно вот, когда начинается с 20-х до 30-е сутки, вот это все, начинайте, вот эти все эти запасы, начинают выводиться. Начинает организм их поднимать и выводить. И причем шлаки, я уже неоднократно рассказывал, они выводятся, одни выводятся через желудочно-кишечный тракт, одни выводятся через мочевой канал, другие выводятся, вот все слизистые ключи выводятся, через глоточку выводятся. И отсюда, и отсюда, значит. Язык обложен очень сильно, просто налет, знаете, такой, налет, как будто ты сметану поел. Настолько сильно слизь теперь идет. То есть шлаки имеют, как бы сказать, различную природу. И вот последними начинает, буквально-таки, изо всех клеток, изо всех щелей выделяться слизистые шлаки. Представьте себе, они циркулируют по крови, подходят сюда и через слизистую языка выделяется, выделяется, выделяется. Этот процесс займет еще суток 20, чтобы язык очистился. Вот она, понимаете, уже каждая клетка начинает выделяться. Там я еще не видел, не читал упоминания о том, что печень очистилась. Когда печень очищается, выходит вот такого цвета, вот как вот эта вот поверхность, жидкость, как будто какой-то дюготь, знаете, нефтеперегонка там пошла, выбрасывается. Я еще об этом не слышал, не читал, язык обложил. И далее, вонь идет такая от меня, что самому противно. И вот начинается отгнивание всего болезнетворного, лишнего, ненужного, что накопилось. Знаете, мы создали у себя, грубо говоря, вот есть строение в доме, в котором вы живете. А тут у вас рядом построили курятник, свинарник, там это самое, ферму, еще что-то, еще что-то там. И вот это вот все эти курятники, свинарники и так далее, их надо выбросить, чтобы очистить свою, так сказать, делянку для красивой, здоровой жизни. И вот это вот сейчас, только сейчас этот процесс начинается. То есть вы только-только подошли к тому, что действительно вас держало, так сказать, за ваши бубенцы и не давало жить. Вы только к этому подошли. Видите, сколько надо времени потратить, сколько должно развернуться сил внутренних, для того, чтобы вы вот до этого дошли. И вот сейчас начинается самая серьезная работа. Вонять от вас будет дней 10, вонять дико. Будто вы гниете. Ну, сам ощущал. Что там, что там говорить? Самому противно. С солевыми клизмами по-прежнему выходит вязкая слизь. То есть, человек думал, что там немножечко слизи вышло, и все, у него там очистилась. Опять-таки, только создались условия по убиению и выведению из вашего организма вот этих колоний, этих грибков, бактерий и прочей микрофлоры, совершенно вам не нужные, а большей частью вредные, которые, поселившись в вас, используют вас. А вы думаете, откуда здоровье? Почему здоровье? Там страдает, тот страдает, тот... Да потому что она там все уже захватила, проросла и так далее. И голод вот так сейчас начал. Вот эта вот самая тонкая энергия, которая уплотнилась вот на эти вот сутки, она начинает все выжигать, все отторгать из себя. И этот процесс, он идет какое-то время, его надо поддержать. Десять суток, двадцать суток. Ну, если вы там выдержите или больше, то вы получите такой результат при условии, если вы правильно выйдете. Выйдете. Об этом, как бы сказать, еще речь не шла. Продолжаю принимать урину. Вот урина еще за счет действия, как бы сказать, действия назодами в медицине есть такого понятия. То есть, те продукты, которые образовались, они действуют на бактерии, на грибки и так далее. То есть, убиенные вот эти вот бактерии, грибки, они еще сильнее действуют на, грубо говоря, которые там еще имеются в организме. Это называется лечение назодами. Далее тут будет и гомеопатия, но гомеопатия не так уж слишком. Значит, продолжаю принимать урину. Вес со 111 уменьшился до 93 килограмм. То есть, сколько там, грубо говоря, 20 килограмм. Вышло 20 килограмм. Я не стесняюсь об этом говорить. Дерьма. Просто дерьма вышло. Которая мешала жить. Которая порождала болезни. И вот как лечить человека лекарством и прочими, прочими, там, этими сами, что современная, значит, нам медицина предлагает. Когда ты знаешь, что в тебе находится 20 килограммов дерьма в том или ином виде, растворенно, отложенное и прочее, прочее, прочее. Как быть здоровым? И вот вы задайте себе вопрос. Просто, когда человек вот это вот делает, и начинает понимать, осознавать, как я сейчас вам говорю. Как? Как что-то может помочь? Иглаукалывание, там, массаж, там, я не знаю, там, дыхание по бутейку, еще что-то, еще что-то. Ну, дыхание по бутейку, там, немножечко по-другому. Как? Ну, как это все? Да ни одно средство лечебное, там, применение трав, там, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь, но не может сработать, если у вас имеется 20 килограмм дерьма. Так там еще есть, еще, видите, там, еще ж огнивает, еще килограмм, так, 20 может выйти всего. И если человек до этого дойдет, что выйдет и восстановится, он вообще действительно будет совершенно иной. Хорошо было бы, чтобы он прислал тогда свое фото. Вот, и увидим, что, насколько раздительно изменился человек, просто очистившись от этого дерьма всего, в котором обитает и слизь, и гресты, и прочее, 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 прочее. Так что, вот я заостряю ваше внимание, любое лечение без вот этого предварительного, так сказать, очищения, очищения, ведь все само заменит. Что оно может сделать? Ну, в лучшем случае помочь временно, может, согласен, временно. А дальше? То есть, вот это вот лечение при такой вот дерьмовой загрязнении организма приводит болезни в хроническую стадию. И что мы видим? Мы у меня вот такие вот, вот это-то ходят все и жалуются. Давление, сахарный диабет, еще что-то, еще-то так. Значит, вес со 111 уменьшился до 93. На животе по-прежнему висит жирок. Каждый день на работе, я после двух часов, работая до двух часов дня, занимаюсь ребенком и хозяйством. Ну, что поделаешь с ребенком? Ну, если некому, согласен. Хозяйством, вот занятие хозяйством на свежем воздухе, лишь бы не с пищей было связано, оно создает такую вот, как бы сказать, предпосылку, это того, что вы отвлекаетесь от голода. Ведь этот процесс голодания, вы должны пойти так, чтобы вы в то же время активны были, и время шло. Вот так вот. Значит, спилил яблони старые, сложил дрова, получившиеся после пилки яблони, измельчил, испарил ветки. Когда полежишь, трудно вставать. Но когда встал, то работаю. За день почти не присаживаюсь. Ну, это хорошо. Сегодня ночью плохо спал. А вот, а вот, а вот, а вот, а вот, а вот мы и добрались до того, что начинаются проблемы со сном. А вот тут надо, вот так вот, чтобы, грубо говоря, вот, 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 вот только началось, знаете, взятие рейстага. Взятие рейстага. То есть, пять лет войны, или сколько там, четыре с лишним, это шло к тому, что мы только подошли к этому рейстагу, обложили его и начали брать. И вот только началось. Да, будет трудно. Плохо спал, всего пять и пять часов. Это нормально. Пять и пять часов, это нормально. Это нормально. На голоде спишь, как правило, вначале бывает, долго спишь, когда вот организм, а потом уже меньше. Завтра ехать за товаром в Воронеж, шестьсот семьдесят километров. А вот опять-таки я вам говорил, если вы решили длительно голодать, то вы этому процессу должны посвятить все свое время. Это идеальный вариант. А когда вы туда поедете, сюда поедете, ну, так и живу. И верю в свое излечение. Простуды меня сейчас не берут, хотя работаю на улице. Видите, простуда. А что, а простуда-то? Когда у человека столько дерьма, и он еще что-нибудь подъест, это дерьмо должно выводиться. И, как правило, она выводится в виде слизи, через нос. Это возникает простуд. Простуда, вот когда особенно часто все это дело бывает, это говорит о том, что неправильное питание, это не слабость организма, это ваше неправильное питание, которое порождает слизь, и эта слизь должна выводиться. И все это мы воспринимаем как простуду. Покрывается язвами кожа на кисти охорок. Выходит разного... Смотрите, язвами. Это говорит о том, что надо больше делать клизмение, надо использовать душ, надо использовать ванны, для того, чтобы очищение лучше шло. Когда организм не успевает очищаться, особенно вот это, как он говорит, воня и так далее пошла, уже кожа включается в очистительный процесс, что выражается в виде язв на кистях, руки и так далее. Кстати, туда дальше, там, возможно, у него возникла экзема, перед экземой, то есть человек стоит перед том, что возникли какие-то экземы, псориаз и так далее. За длинный комментарий, извините, поделиться больше не с кем. Никто не понимает, но я надеюсь, вы убедились, что я кое-что понимаю. А теща, карга старая, вообще сказала дочке, что папа скоро умрет, потому что ближние не понимают, что человек делает. Они сами не могут ему помочь. Они привыкли вот так жить, как жили, знаете. А когда это странно, вот они тогда и говорят, ау, помрет. А вас называют, то есть меня называют козлом, по словам дочки. Вот так вот приходится не только бороться за свое здоровье, с, будем говорить, со своей безалаберной жизнью, которая привела к таким результатам, но и бороться с окружением, которое вас не понимает. А помочь не может. А когда вы сами начинаете заниматься, оно вам просто, на просто, мешает. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, там мандарин стоит, и наряженная елка Огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он в подарки раздает, Радостью любого ждет, Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебство мы жадно ждем, И подчерканье бокалов Ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, Веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он в подарки раздает, Радостью любого ждет, Это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, Наливай в бакал с карти, Загадай свое желание, И под звонку ром-попе. Ай! Веселись, веселись, веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он в подарки раздает, Редактор субтитров А.Семкин